привет друзья сегодня хочу рассказать вам о складной версии ножа лойоль значит я уже записывал на нее обзор но я первый раз с этой фирмы имею дело совершенно не знаю как она производит произносится но меня в этом в анонсе поправили люди и в общем я перезаписываю еще раз значит нож не привезен из франции в общем подарок и в магазине был попросили продавца не китайский нож а именно фирменный французский чтобы именно подарок из франции был вот и в общем он принес вот этот нож за там безумные какие-то там 65 евро по моему вот мы давайте посмотрим что лойоль может точнее французский нож пром он живой ель сможет дать за 65 долларов я не претендую на то что это оригинал может быть обманули продавку и точнее покупателя но что есть то есть вот значит это нержавейка вот у нас значит его перетащил он из коробки был вообще никакой тупой на 20 градусов наверное нержавейку может быть не стоит точить на такой резкий угол но продукт им пошинковал хорошо режет точится очень легко прям совсем нержавейка вот эта фирменная муха их а значит ручка у нас лакированная и летая очень тяжелая здесь у нас клёпочки вот так вот расфальцовано вот это тонкая это лайнер блокирующий лезвие вот так вот у нас прокатом сделано вот конструкция неразборная по причине вот этой вот клёпки интересно то что она внутри пытались ее облегчить очень похоже на китайское творчество но вот что есть то есть значит нож имеет люфт в руке удобен вполне форма вполне нормально но скользкий значит нож имеет люфт горизонтальный вертикальный практически не имеет всегда можно вертикально подтянуть вот открывается достаточно мягкого сейчас его подтянул хотя нет люфт все равно остался но открывать все равно достаточно мягко а вот вот такой вот нож давайте я сравню с крысой так сравниваем с крысой значит примерно размер такой же я бы сказал такой же вот значит режущая кромка у нас буквально чуть чуть больше крысы но в общем то же самое плюс минус ручка такая же но ручка летая и очень тяжелая прям прям баланс смотрите вот он находится вот здесь из-за этого то есть вот здесь вот где-то у нас находится баланс из-за этого ручка очень тяжелая кажется то есть может кажется очень тяжелый значит нож весит 160 грамм в общем то нет не такой большой вес но кажется из-за того есть тяжелый ручка что он очень тяжелый вот три миллиметра у нас толщина хорошая толщина сведение 07 вот здесь и миллиметр у нас на кончике возможно сведение было чуть меньше я его перед перед перетачивая на более скажем меньший угол я его немного подснял но вот что есть то есть вот стоит где-то в районе 60-65 евро вот конечно каждому каждый решает для себя сам значит я порезал продукты продукты режет хорошо вот и значит далее вы посмотрите как он режет продукты и построгаем деревяшку и вы сможете сложить о нем свое мнение построгаем как он режет Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Да, хочу показать, что нормально заточенная нержавейка прекрасно режет мягкие продукты. Но, собственно говоря, ни для кого не является секретом. Итак, давайте посмотрим, на что способен этот француз. Вот, значит, у меня кончилась сухая рябина, тот кусок, который я отрезал, поэтому придется отрезать еще кусок от этого полена, который я притащил из парка, когда там была обрезка. Вот, отрежем еще кусочек. Так, нож переточен на 20 градусов, проблем с заточкой не наблюдается. Вот, пробуем. Это я уже попробовал другим ножом. В принципе, рябина сухая, но, возможно, в толстый деревяшка она не нравится. Не до конца просохла, но, в принципе, врезается нормально. Тонкая железка и достаточно такой резкий угол дает о себе знать. Значит, вырезается хорошо. Что еще? Ручка нигде не наминает, может быть, где-то вот здесь совсем немного, вот видите, в пальцах. Вот, в остальном все нормально. Все тут лакировано и скруглено, ничего тут не мешает. Рука вспотела, и в лакированной рукояти начала двигаться ручка. В общем, опасно. Так, береза не просохла до конца, запах чувствуется, ой, какая береза, рябина чувствуется, она немного сыроватая. Прошлая рябина лежала на кухне, и она высохла, а эта лежала в коридоре, она не просохла до конца. Прошлая рябина. Ну вот, как видите, врезается очень неплохо. Недаром мура нож ножей и опинель у нас из нержавейки. Вот, здесь у нас то же самое. Так, заминув я не чувствую. Может быть, небольшой вот здесь вот. Особо не видно никаких повреждений. Вот, в принципе, нормально. Давайте попробуем более твердую деревяшку построгать. Осталось только ерунти. Не знаю, вот у меня березки кусочек остался. Тут уже совсем... Заодно и молоточным хватом попробуем. Так, берем отсюда. 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 ну вот как видите строгать нормально небольшие замены вот здесь появились но их даже не видно разве что вот один только не знаю могу его показать вот вот видите вот это замен а вот блестит он но это неудивительно все-таки нержавейка вот но нержавейка неплохо приготовленная я начинаю думать что ну то есть не обманули что это оригинал вот у меня были сомнения на самом деле на этот счет но я вижу что в принципе нормальные приготовленные ножа с другой стороны что и будет тоже не бамбук давайте попробуем бамбуковую палочку чтобы было совсем честно попробуем бамбуковую палку и будет сразу понятно так на этом мы достаточно ну как и ожидалось на таком он резком угле давайте покажу появились серьезные замины но н 690 показал то же самое на вот видите заточены на 0 4 односторонняя заточка точно также замялась вот так что очень-то ничего удивительно так как видите несмотря на серьезные замены рабочая острота все равно сохранилась и в общем то вполне реально продолжать в общем то можно продолжить вполне реально продолжать работать и вот значит надеюсь каждый смог сложить об этом ноже свое мнение я честно говоря несколько удивлен я привык что нержавейка более мягкая при том такое исполнение ножа вот кстати как пролез лайнер давайте попробуем брать его открыть вот в общем я ожидал от него меньшего он показал что это вполне рабочий нож что нормально заточен и может вполне справляться с хозяйственными бытовыми нужным без проблем вот разве что ну мне неприятно такая тяжелая лакированная ручка но каждый для себя решает конечно сам вот надеюсь вы смогли сложить о нем свое мнение а Продолжение следует...